Жительница Самары Вероника приехала на фестиваль «Друг человека одна». Уехала с новым другом – собакой. Раньше четырехлапый питомец жил в одном из приютов для животных. Теперь обрел свой дом. Она такая активная достаточно и в меру спокойная. И нам сказали, что она не будет трогать кошек. То есть она в хороших отношениях с ними будет, и поэтому решили взять ее. Животные отдают только ответственным. Сотрудники приютов знакомятся не только с желающими забрать собаку или кошку. Они обязательно выясняют, в каких условиях будут жить питомцы. Мы провели полные переговоры, провели анкетирование. То есть мы везем сами собаку в дом. Мы сами сейчас произведем полный досмотр условий, в которых будет содержаться собака. И все наши люди, которые берут у нас собаку из приюта, они предупреждаются, что если вдруг что-то пойдет не так, и может быть всякое, да, собака будет не ко двору. Мы забираем всех обратно, никуда собаку не девать, не передавать третьим лицам. То есть мы ее также забираем своим транспортом. Собака Молли попала в приют временного содержания с улицы, где жила в очень плохих условиях. На выставке она, как и все четвероногие участники фестиваля, искала себе дом и хозяев. Молли очень контактная, очень общительная. И будет вам замечательным другом. И не только вам, но и вашим детям, вашим родственникам. И также друзьям, которые будут приходить к вам в гости. На фестиваль из нескольких приютов для животных приехали искать хозяев около 150 кошек и несколько десятков собак. Чтобы покорить сердца людей, они даже приняли участие в конкурсе красоты «Метис Вселенная» и в конкурсе костюмов. Собака Рокси стала одной из победительниц. Рокси – это собака умна, интеллигентна. Она знает все. Она знает, как себя вести в любых обстоятельствах. Она знает машину, знает поводок, знает, как гулять, знает свое имя. То есть это вот собака, которую можно брать и с ней жить. Практически ничего в нее не вкладывая, только любовь. Вот кроме любви нашей Рокси уже ничего не надо. У нее все есть. Этот фестиваль стал юбилейным, десятым. За два дня его посетили почти 3000 человек. В результате свой дом и новых хозяев обрели 60 животных. Это котята и взрослые коты и кошки, щенки и взрослые собаки. Сотрудники приютов говорят, что если по каким-то причинам забрать животное домой не получается, можно приезжать в приют, чтобы поиграть и погулять с ним. Светлана Тимофеева, Виталий Рылеев, Игорь Казановский. События.